Всем привет дорогие друзья, это Тотс и Мэл Ивэн, и сегодня я покажу тебе как получить новые бесплатные вещи в Роблокс. Обязательно смотри это видео полностью, без перемоток, чтобы у тебя все получилось. Кстати, спорим, что ты не сможешь поставить лайк и подписаться на канал, делай это мизинцем всего лишь за 5 секунд. Сейчас я покажу тебе как получить сразу несколько бесплатных вещей в одном плейсе, пиши в поиске то же самое, что написал я. Теперь заходи вот в этот плейс. Так выглядит страница этой игры, но самое главное, что у него есть фейки, поэтому внимательно смотри сколько сейчас онлайна в игре и сколько посещений. Если все ок, то заходим в игру. Сейчас происходит загрузка, но ее можно пропустить просто нажав вот на эту кнопку. Мне кстати дали уже какой-то бейджик, но он особо нам не интересен. Тут нам объясняют, что мы сможем получить вот такие бесплатные вещи, и это очень крутые крылья. Прямо сейчас РБХ3 раздает всем своим подписчикам бесплатные робуксы. И все это максимально просто. Вступайте в их дискорд канал и приглашайте друзей. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше бесплатных робуксов получаете. На РБХ3 робуксы всегда в наличии, а купить вы их сможете по самому лучшему курсу 1 рубль равно 2 робукса. Переходите на сайт rbx3.io и их дискорд канал по моим ссылкам в закрепленном комментарии. И это приветствие мы тоже с вами закрываем, нажимая вот на крестик. Теперь смотри внимательно это видео и ни в коем случае не перематывай, потому что только так ты сможешь получить эти бесплатные вещи. Сейчас я покажу тебе как их получить. Как ты мог заметить, тут есть вот такие облака. Смотри, идешь в сторону этих самолетов с облаками и поворачиваешь направо от них. Тут находятся вот такие палатки. На этом кемпинге нам нужно зайти вот в эту палатку с подарками. Вот я в этой палатке и сейчас объясню, что нужно делать. Тут за подарком будет потайной вход, просто прислонись вот к этой стенке и она будет прозрачная. Теперь нажимай на открыть. И вот нас телепортнуло в какую-то странную комнату. Тут все максимально просто, подходишь и забираешь вот эту золотую бабочку. И мне дали первую бесплатную вещь, вот бейджик, вот тут описание, что я получил первую вещь. И это вот такие прикольные крылья. Теперь возвращаемся на спавн и двигаемся дальше. Для быстрой телепортации на спавн нажимай вот на эту кнопку. Теперь нажимай на терминал 3 и нажимай на yes. И снова идет вот такая загрузка, ты можешь либо подождать ее, либо просто пропустить. Да, это другой спавн, это вообще другая локация. Сейчас покажу, что нужно делать в этом месте. Идем вот к этим экскаваторам и поднимаемся наверх. Когда вы поднялись наверх, поворачиваем налево и тут будет потайной вход. Смотри, я прошел опять же сквозь текстуру. И тут снова находится вот такая вот бабочка. Подходим и забираем ее. Посмотрите, просто какой крутой арабский шейх. Это мега прикольный скин, я такой впервые вижу. Теперь двигаемся дальше и получаем следующие вещи. Нажимаем вот снова на кнопку этой карты. И нажимаем на вот этот джевел. Нажимаем на кнопку yes. И вот мы снова на спавне, на котором появились изначально. Теперь беги туда, куда буду бежать я. Отсюда мы заворачиваем налево, вот от этих экскаваторов. И заходим вот в этот портал. Тут написано аэропорт бульвар. Заходим и нажимаем на кнопку yes. Теперь снова можем нажать на пропустить эту загрузку. Либо просто подождать, пока игра прогрузится. Но я нажимаю на пропустить. Теперь снова беги туда, куда буду бежать я. И нам нужно вот на эту большую вышку. Подходим к ней и видим вот такие лианы. По ним мы можем спокойно забираться на самый верх. Поднимаемся на самый верх. И тут мы видим вот такие облака. Если что, тут очень странная система прыжка. Я не знаю, как она работает. Но как-то рандомным образом вам нужно забраться на самый верх. Просто прыгаешь и ждешь, пока твой персонаж будет прыгать выше и выше. Иногда он прыгает ниже, иногда выше. Поэтому просчитываем момент. И только тогда иди на следующее облако. Вот я уже почти запрыгнул. И главное сейчас не упасть. Это будет очень тупо и очень обидно. Так, запрыгиваем. Отлично, отлично. Пока что все хорошо. И левел ап я получил еще что-то. Но это не бесплатная вещь. На это ты внимания даже не вращай. Запрыгиваем. И тут золотая бабочка. Мы ее снова собираем. Как видишь, мне дали еще одни крылья. И вот я получил бейджик. Закрываем это окошко. И идем получать еще вещи. Я понял, что нам дала эта прокачка уровня. Теперь у нас появился значок машинки. До этого его, насколько я знаю, не было. Поэтому спрыгиваем в самый низ. И сейчас покажу, куда нужно идти. А точнее ехать, потому что нажимай на эту кнопку. И ты появляешься. Я почему-то невидимый, но это прогрузка. Теперь мы на машине. Это будет намного быстрее и интересней. Вот я вернулся на самый спавн. И от этого спавна нужно поехать вот по этой дорожке. Тут есть вот такие указатели. Думаю, ты ничего не перепутаешь. Если что, напоминаю, это за спавном. И тебе нужно ехать вот в эту сторону. Тут ты увидишь такого страшного динозавра. Поворачивай от него налево. И тут такое озеро. Можешь прямо в него прыгать. Спрыгиваем с машины. Нажимаем вот на эту кнопку. И посмотри, там какой-то подводный динозавр. Ему я не советую попадаться. Я не знаю, что будет, но лучше не надо. Аккуратненько проплываем. И заплываем вот в эту пещеру. Тут есть вот такая звездочка. Нажимаем на взаимодействие. И вот нас с вами телепортировало в место, где мы будем с вами проходить лабиринт. Нам нужно дойти до самого конца. Смотри, тут если что будут попадаться тоже бабочки. Но их не подбирай, потому что... Ого, это что? Потому что это не бесплатная вещь. Тебе нужно просто дойти до самого конца. Вот эта штука, она короче бесполезна. Можно собрать ее, но можно и не собирать. Я честно, я ни разу не проходил этот лабиринт. Я просто с вами вот зашел. Надеюсь, у меня получится. Поэтому мое видео это не гайд, как проходить лабиринт. Думаю, что вы поняли. Сама суть это пройти его. О, я прошел. Достаточно легко и быстро. Смотри, тут золотая бабочка. Ее плохо видно из-за того, что карта очень светлая. Но тем не менее, просто подходим и забираем ее. Мне сейчас почему-то не выдали бейдж. Но возможно для этого нужно собрать еще одну такую золотую бабочку. Короче, мы только что вернулись обратно на спавн аэропорта. И снова берем машину. И теперь покажу, куда нужно ехать на этот раз. Вот та самая дорожка, куда мы ехали в прошлый раз. Но тут немножко будет другой путь. Смотри, точно такой же дорогой мы едем. И только не поворачиваем, где динозавр. А едем прямо дальше. И тут есть вот такой круг. Смотри, можем слазить с машинки и подходить вот к этому месту. Короче, ребята, тут нужно нащупать путь, как войти в скалу. Потому что тут тоже невидимая стена. Честно, не помню, где этот путь. Сейчас давай вот так обойдем. И все, я нашел его, отлично. Вот так заходим внутрь и снова забираем эту золотую бабочку. И мне только что повысили уровень и дали бейджик. И вот такие золотые крутые крылья. По-моему, это самые лучшие крылья, которые мы получали на этой карте. Они очень красивые. Кстати, ребят, смотрите, это бесплатная вещь из прошлого моего ролика. Это я показывал, как получить... Ой, он исчез, ну ладно. Оказывается, это была самая последняя вещь, которую мы с вами можем получить на этом плейсе. Давай теперь посмотрим, как эти крылья выглядят на моем персонаже. И вообще, в принципе, примерим их. Только что я зашел в свой инвентарь. И тут уже появились три вот эти разные крылья. Это просто имбища. Мне очень нравятся золотые. Давай сразу наденем их и посмотрим, как они смотрятся на моего персонажа. Вау, посмотри, это очень круто. Это реально одни из самых... У них даже эффект есть, этих осколков. Давай теперь быстренько примерим остальные и пойдем дальше. А если ты хочешь поиграть со мной в робокс, попасть ко мне в друзья и так далее, тогда переходи в мой крутой телеграм-канал, который будет находиться по ссылке в описании. С тобой был тот самый Лэйман. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok